Снова к событиям в Латвии. Заплатить за себя и за своего соседа предлагает столичный дымоуправ Ригас Нампарвалдникс. Жители рижских многоэтажек, где есть долги за отопление, массово получают анкеты с предложениями погасить долги за счет дымовых накоплений или напрямую рассчитываться с поставщиком тепла. Чем грозят оба варианта, разбиралась Евгения Копылова. Перед отопительным сезоном в домах Ригас Нампарвалдникс появляются объявления с просьбой рассчитаться по долгам за отопление, а вместе с ними и анкета. До 21 сентября жителям предлагают выбрать способ борьбы с должниками. Такую анкету получила и Полина. Долг ее дома из 25 квартир – 7 тысяч евро. Почти одна тысяча за отопление. Нашли анкету от РНП в почтовом ящике, где нам нужно сделать выбор, покрывается ли этот долг из накоплений дома, накопления, которые предусмотрены на другие цели, на ремонт или еще на что-то. Или же мы все, каждый по отдельности, заключаем напрямую договор с Ригас Силтумс. Покрывать долг за тех, кто не платит, мне кажется, что это немножко нечестно. При этом договориться с жильцами довольно сложно. Это старый город и большинство квартир здесь сдается. Причем в основном посуточно. Это видно даже по почтовым ящикам. Например, 17-я квартира, которая на моем этаже находится, раньше я знала, что она была под сдачу. Сейчас я не знаю, кто там живет. Я, по крайней мере, не видела. Но из почтового ящика просто вот фонтаном вот таким вот идут счета, которые, я не знаю, они были оплачены или не были оплачены. Вот что предлагают жильцам напрямую платить за отопление и подогрев воды компании Ригас Силтумс без посредника в лице РНП. Звучит просто, но есть один момент, о котором в анкете ни слова. Цена за мегаватт-час, да, она остается такая. Это регулируемая услуга, которая утверждает тариф, утверждает регулятор общественных услуг. Услуга по выставлению счетов, по распределению потребленной тепловой энергии, по сбору денег жильцов, а работа с дебюторами — это дополнительная оплата. 2,73 дополнительно с каждой квартиры за один выставленный счет. 2,73 — это без ПВН и без почтовых услуг. То есть расходы на отопление в год вырастут примерно на 30 евро. При этом не ясно, как это поможет Домоуправу бороться с должниками. И в Ригас Силтумс говорят, есть реальный риск, что дома, в которых живут должники, останутся без отопления. Этой зимой, например, три дома в Риге не смогли рассчитаться с долгами и остались без отопления на весь сезон. Чтобы этого избежать, Ригасному парвалнекс предлагает и другой вариант — погашение долга за счет средств дома, накопленных на ремонтные работы. После чего РНП обязуется взыскать деньги с должников и вернуть их на счет дома. Это все-таки идет более долго, но, как я еще раз говорю, нет универсальных ситуаций. Это занимает время. И Ригас Силтумс со своей стороны эти работы сейчас производят очень быстро и в очень большом объеме. Конкретных сроков и примеров взыскания долгов с неплательщиков через суд в РНП не привели. А значит, трата аварийных накоплений на погашение долгов может привести к тому, что в случае ЧП средств на ремонт дома может не хватить. Отметим, если до 21 сентября жильцы, получившие подобные анкеты, не сделают свой выбор, это будет приравнено к их отказу от предложений Дома управа.